Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова есть на проекте Амазин Хрэлплей. Сегодня будет очень интересное видео, поэтому поставьте лайк и подпишитесь на канал. В этом видео я вам покажу новые спойлеры будущего обновления, которое совсем скоро выйдет на проекте Амазин Хрэлплей. Если ты ждешь обновления, то реально возьми, поставь лайк и напиши комментарий. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Как только вы набираете 200 лайков, я иду записывать новое интересное видео, поэтому не делитесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите ММ, потом седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Амазин Хрэлплей. Я вам всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, первый скриншот это у нас здание, скорее всего, в Разомасе с надписью анархия. Я почитал перевод данного слова, оно довольно таки интересное. Перевод у вас есть тоже на экране и скорее всего это здание будет относиться к криминальным организациям. Там будут делать какие-то запретные вещества, либо какое-то оружие. Я не знаю, скорее всего, что-то будет там интересное, потому что, я думаю, не просто так оно здесь стоит. Также есть так чиппоинт и возле этого здания стоит у нас машина, но я думаю, машина никакого отношения к этому зданию не имеет. Их просто поставили для красоты. Следующий скриншот это у нас получается пещера, которая будет везти на воинскую часть. То есть, раньше на Мазинге была пещера под Батырево, которая вела на военную часть и все туда в основном ходили. Сейчас же ее нету, но в новом обновлении будет новая пещера, полностью переработана с новым, так сказать, интерьером. Ну не знаю, как это сказать, с новым интерьером. Там новые таблички будут, всякие балки, скелеты, огонь и так далее. Короче, выглядит будет она очень даже хорошо. Также в этой пещере будут висеть у нас вот такие вот трупы. Не знаю, зачем это сделано, скорее всего, для антуража. То есть, полностью будет переработана у нас пещера, с помощью которой можно будет попасть на воинскую часть. Поэтому вот так она будет выглядеть. Я считаю, что это круто, потому что ее давно нужно было переработать и, по-моему, ни на каком проекте ее, кстати, не переделали. Поэтому Мазинг в этом плане будут первые. Следующий скриншот, это у нас, получается, лед. Это то, что добавит по всей карте лед, где есть вода. Но не все так просто. Там будут некоторые места, в которых будут дыры, в которых будет провален лед, и вы сможете туда провалиться, если будете не совсем внимательны. Насчет вот этих дырок, я думаю, все сделали правильно, потому что не везде должен быть сплошно лед. Где-то должны быть, знаете, места, где вы должны провалиться или можете провалиться. Поэтому в этом плане, красавчики, будем ждать лед, потому что в прошлом году, по-моему, лед был, а в этом году еще не было. Поэтому в новом обновлении добавят лед. Поэтому это очень круто, я считаю. Следующий скриншот у нас связан с машинами и с новой системой номеров. На картинке у нас получается машина Mercedes в 223-м кузове S-класс. И на нем стоят новые номера нового образца. AMER 223 и регион 2.7. Насчет регионов, пацаны, я снимал отдельное видео, в котором я все рассказывал. Поэтому, кто не смотрел, можете зайти на канал, либо я просто оставлю ссылку в комментариях, либо в описании. Можете зайти посмотреть, я там подробно высказал свое мнение насчет этой темы, насчет новых регионов. Поэтому, кто не смотрел, советую всем посмотреть. Что я могу сказать про машину? Моделька выглядит довольно-таки неплохо. Как бы это новый S-класс, новый Mercedes. Я думаю, эта моделька хорошо впишется, как бы, на Amazin, поэтому я доволен то, что ее добавят. Следующий скриншот у нас тоже связан с машинами, но не с новыми машинами, а с новым тюнингом, который будет доступен, скорее всего, на все машины, которые есть на проекте, а именно тонировка. Я думаю, все ждали эту тему, потому что, как бы, есть машины, на которые нужна тонировка, а есть машины, которым не нужна тонировка. Поэтому сейчас, когда выйдет обновление, вы сами будете убирать, нужна ли вам тонировка или не нужна. Также тонировка будет разных цветов, что, на самом деле, очень прикольно. То есть вы сможете сделать там желтую тонировку, красную тонировку, черную тонировку. Ну, это, думаю, самая популярная будет тонировка, потому что, ну, черная тонировка, знаете, это самая нормальная тема. И также еще проходит голосование насчет этого, насчет тонировки. То есть хотят сделать такую систему, чтобы тонировка была легальная, либо нелегальная. То есть, если легальная, то у вас мусора не будут трогать, а если нелегальная, то вам смогут выписать штраф за тонировку и также смогут ее снять, эту тонировку, которую вы поставите в СО. И, скорее всего, да, эта тонировка будет доступна в СО. Сколько она стоит, остается, как бы, загадкой. Следующий скриншот связан с новой работой, а именно уборщик снега. Данная работа будет, получается, проводиться именно на КамАЗе. То есть работа будет реально интересна, потому что будет много нюансов. Придется песок постоянно покупать, или, точнее, загружать, чтобы этот песок рассыпать на дороге, чтобы не было скользко. Но если по РП ситуации. Также вам придется с ней чистить ковш, потому что он будет забиваться снегом, и ковш будет не такой эффективный, и вы не сможете нормально чистить снег. То есть в этой работе будет много всяких интересных юансов, которые будут добавлять этой работе свою атмосферу, поэтому я считаю, работа будет довольно-таки интересной. Следующий скриншот тоже связан с новой работой. Это также будет уборщик улиц, скорее всего, а не уборщик снега, потому что у него такие щеточки, видите? То есть снег он никак не сможет убирать. А вот улицы от мусора, от пыли, я думаю, сможет убирать, но, скорее всего, эта машина не будет задействована в зимнем обновлении. Я почему-то так думаю, хотя колеса у него заснеженные, но как эта машина будет убирать пыль там, мусор, если на улице снег, по сути. Поэтому, как это будет реализовано и будет ли это вообще работать, я, честно, не знаю. Но если колеса заснеженной, то, скорее всего, эта машина будет использоваться в новом обновлении. Ну и последний скриншот у нас связан с игрой Cyberpunk 2077. То есть Amazon взяли машину из этой игры и реализовали ее в GTA CRMP. Но никто не знает, что с этой машиной будет. Есть несколько вариантов. Первое, эта машина добавит рулетку. Второе, эту машину разыграет в группе ВКонтакте и на один сервак будет одна машина. Ну и третье, эту машину добавят куда-то на ивент. Короче, есть три варианта. Я не знаю, какой будет точный вариант, но машина реально такая интересная. То, что все-таки эта игра новая, как бы. Она сейчас на хайпе, популярная игра. Все в ней играют, хотя там много багов, в принципе. Но реальная игра, как бы, популярная, поэтому машину вот эту реализовали в GTA CRMP. Но что с ней будет конкретно, это остается загадкой.